Если в Тундре и Наринмаре праздновали День оленя, то в Волонге юбилей деревни на берегу Северного моря исполнилось 75. Местные жители устроили настоящее народное гуляние, это при том, что численность населения там всего 24 человека. По случаю юбилея в деревню приехали гости из города. Моя коллега Ирина Цепетова продолжит. Так получилось, что юбилей деревни совпал с другим, не менее важным для местных жителей событием. В Волонге в праздничную дату открылся новенький долгожданный магазин. Старый уже давно пришел в негодность. Постройка 1958 года обветшала. Там провалились полы, из-за этого зимой в помещении очень холодно. Новый магазин сделан из сборных конструкций. Его возвели всего за две недели. Теперь сооружение своим ярким видом украшает всю деревню, шутят местные жители. Ну конечно, конечно, это уже не сравнимо. Вот весы мне здесь привезут, это все выложим еще. Я очень довольна, конечно, вся Волонга довольна. Я, конечно, очень за поддержку деревни. Они все письмо писали, каждый подписался. Молодцы такие они у меня. В честь юбилея Волонги на сцене выступил местный творческий коллектив, а также приезжие артисты. От завораживающего пения в пляс пустилась вся деревня. На гуляниях побывали и первые лица Неницкого округа. Значит, вот сейчас мы пока шли, значит, Галина Александровна поставила нам задачу сделать регулярный рейс сюда. Не по заявкам, а регулярный. Вот мы договорились, что сделали. Ой, спасибо! 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 Сейчас все будет, и мобильный, и снять. По связи пока точно обещать не буду, но знаю, что нам нужно вышку поменять. Напомню, деревня Волонга входит в состав муниципального образования «Пешский сельсовет». Основное занятие местных жителей – это рыболовство и охота. В населенном пункте имеется ФАП, два магазина и электростанция. Ирина Цепетова, Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север Волонга».